Здравствуйте! Хотелось как назвать так весело передачу, типа там тампы-лампы. Вообще речь пойдет о новых источниках света. Ну вы знаете, есть популярная такая тема. Заменить такие вот многопотребляющие электрической энергии лампы накаливания на разные другие источники света. И вот на эту тему мы поговорим с Владимиром Масловым, кандидат технических наук. И он генеральный директор фирмы, которая как раз занимается вот этими новыми источниками света. Да? Владимир Владимирович, насколько я понимаю, сейчас две альтернативы нашим лампам накаливания. Это значит светодиодные источники света и газоразрядные источники. Две штуки. И вот честно говоря, вот то, что я видел, ну меня, скажем так, ни то ни другое мне не нравится больше, чем нравятся обычные лампы накаливания. Вот честно говоря. Ну я, верно, просто старый, я, наверное, просто привык, да, вот, эритроград. Или это действительно не совсем для глаз полезно? Вы знаете, первоначально, когда создавались люминесцентные лампы первые, они создавались только для того, чтобы уменьшить энергопотребление ламп накаливания, заменить их. Я еще вспоминаю, когда еще в школе учился, наш учитель физики говорит, вот видите, мы меняем лампы, которые накаливания, на люминесцентные. И тогда еще был разговор о том, что эти лампы очень вредные. Потому что они имеют целый ряд недостатков, которые не совсем хорошо влияют на здоровье человека. Так, например, что кроме ртути? Ну, ртуть, всем известно, что там ртуть. И любой источник заражения ртутью считается крайне опасным для окружающей среды, в частности, человека. А так как у нас получается ртуть везде, где есть свет, то это повышенная опасность, можно сказать. Более того, мерцание ламп люминесцентных за счет частоты электрической энергии, то есть это имеет в виду 50 Гц мерцания. Наверное, 100, у них, наверное, двухполупериодное упрямление. 50-ка идет. 50-ка? 50-ка. Плюс ко всему, в связи с тем, что во время того, как происходит выделение ультрафиолета, при возникновении разряда ртути, ультрафиолет проникает в жилые помещения, и лампа работает уже в очень жестком режиме ультрафиолетового свечения. То есть ультрафиолет все-таки проникает через стекло? Проникает через стекло, и это тоже крайне опасно для зрения. Более того, мы уже не раз на это обращали внимание, что мы с детского возраста наших детей сажаем под свет, который потенциально опасен. И немногие фирмы, производящие, да большинство фирм, которые производят люминесцентные лампы, стараются умалчивать об этом, что свет, который эти лампы излучают, вреден. Как правило, все исходят из того, что он нормальный свет. Но на самом деле это не так. А вот эти люминесцентные лампы, так сказать, трубки, когда примерно появились? Ну, появились они 40-50 лет назад первые. То есть уже после войны, да? Да, они уже начали тогда производиться. И вот в 60-е годы экспансия пошла от люминесцентного света. Ну вот, насколько я знаю, вот у них был массовый потребитель люминесцентных ламп. Это крупные производства, большие, так сказать, конвейеры, да, где надо освещать большие площади. Если там это освещать обычными лампами, то это очень сильно влетит в копейку. Да, но потом это докатилось уже до жилых помещений, до рабочих мест, до офисов и так далее, и так далее. То есть везде стало появляться и делам. Но еще же умалчивается такой важный момент, как диффузия. Ведь никто же не говорит про диффузию. А есть ли диффузия ртути? Да неужели через стекло? Да ну уж как уж то. Есть ли? Никто не говорит об этом. А есть? А есть. И мы знаем, что когда, ну даже если что-то проходит, ртуть где-то выходит наружу, то уже сгоревшая лампа, да, вот она сгорела. От чего она сгорела? Вот нет разряда внутри лампы. От чего может сгореть? Электроды работают, видно по энергопотреблению, а разряда нет. Значит, два пути. Либо ртамтути нет. Либо туда что-то понатекло. Либо что-то понатекло. А если понатекло, ртуть все равно ушла. То есть могло и вытечь, да. Поэтому здесь очень сложный момент по безопасности. Именно для здоровья и жизни человека. Ну вот насчет того, что натекло, ну наверное с этим как-то можно бороться за счет более толстого стекла и каких-то там оболочек сверху, да? Можно. Вот я видел лампочку в полимерной оболочке. Да. Вот. И если ее разбить, то все там останется. Да. Все в этом мешочке и вся ртуть там останется. Ну так вот, а если просто снабдить эту лампу хорошим выпрямителем, да, он будет на выпрямленном, да, электрическом токе работать такая лампа? Или надо обязательно периодическим? Нет, периодически надо. То есть все равно мигать все равно должно? Все равно мигать должно. Все равно мигать. То есть с этим не побороться? Да, увеличивать частоту мигания за счет полупериода, тогда уже не так заметно. Сто? Да, сто. Но в основном на пятидесятки идут. Дорогие лампы идут на сотки. А, то есть там еще, понятно. А, кстати, если речь идет об Америке, то там получается не сто, а сто двадцать. У них ведь частота шестьдесят герц. То есть для Америки такие лампы больше подходят, честно говоря, чем для нас? Ну, они уже начали задумываться о том, чтобы менять эти лампы на светодиодные. На светодиодные? На светодиодные. А вот вы, когда зашли в студию, поглядывали на наши лампы, что-то вы так хотели про них плохое сказать. Скажите нам плохое. Ну, плохое на самом деле таково, что там, где есть ртуть, это потенциально опасно для жизни. Вы градусники уже ртутные, стараетесь менять, не брать их. То, что уронили, разбилось, все, это у вас ртуть уже в вашем помещении. Да, в помещении так останется, пока все не спрятится. Лампочка лопнула в квартире, ртуть у вас осталась. А аккумуляторные действия, то есть накапливается ртуть постепенно, постепенно в помещении. И в организме, и в помещении ее же не выведешь так просто, не проветришь. Ага, тяжелый металл-то, да. Ладно, а вот по поводу спектра излучения. Насколько я понимаю, там люминофор, да, в этой лампе? Да, люминофор, хозорный. И он излучает полосы? Нет, на самом деле, при попадании ультрафиолетового свечения, которое излучает пары ртутью, значит, при разряде, выделяется ультрафиолет. Ультрафиолет, попадая на люминофор, возбуждает его, который переходит в видимый спектр. С токсовой люминесценцией, да? Но там же, опять же, будут полосы этого излучения. Конечно, конечно. То есть, ну, полоса. Главное, чтобы подобрать три полосы, как там, красный, зеленый, синий, да? Из них можно сложить белый цвет. Да, но RGB на самом деле красный, красный, зеленый, синий. Вот этот, красный, зеленый, синий, вот эти три цвета подобрать, а на самом деле это полосы, да? Это полосы. То есть, человеку будет казаться цвет белый, а там кто-нибудь, какая-нибудь птичка, у которых четыре, рецептора у нас, так сказать, три, а у них четыре, да? Четырехцветное зрение, а у них, им уже не будет казаться белый. Лимонофор, на самом деле, он светит одним, так сказать, спектром без RGB-системы, то есть, в одном практически, но... RGB, red... Red, green, blue. Green, blue. Да. Красный, зеленый, синий, да. Так что он светит, ты как, вот по такой системе три полосы? Нет, 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 у него свой спектр, не красный, синий, зеленый. Вот и спектр как абсолютно у черного тела, как у Солнца? Ну, практически. Все нормально там, да? А, то есть... Только у него еще ультрафиолет появляется. То есть, со спектром все нормально, да? Ну, не совсем. А что не совсем-то, кроме вот ультрафиолета, что плохо-то? Что плохо, ну, в спектре есть пики. Вот это плохо. Вот что и нет в светодиодах, у них, если белый светодиод, как освещение, у него получается два пика. Один пик синего, а другой пик это желтого, потому что белый светодиод, он составной. Состоит из синего светодиода и желтого люминофора на поверхности. А, то есть идет стоксовую люминиссенцию. Да, то есть при прохождении синего освещения через желтый люминофор получается белый свет. Либо составной, как вы говорите, это красный, синий, зеленый, при смешении получается белый свет. То есть вот у светодиода точно не спектр абсолютно у черного тела, да? Точно не спектр. Так, вот прежде чем к светодиодам перейти, есть еще такой замечательной желтой лампы, натриевой. Натриен вообще не опасен для окружающей среды, у нас его полно в окружающей среде. Да, содиум, как они называются. Содиум, да, они-то как вот? Да они нормальные на самом деле, только электроэнергию кушают прилично. Кушают больше, чем ртутные, да? Ну, побольше, да. И период, период запуска их, и потом желтое освещение. Ну, достаточно приятненькое такое, честно. Приятнее, чем холодное. Для улицы. Ну, у вас, во всяком случае, восприятие объектов совершенно другое становится. Так, а что такое? Ну, в оранжевом свете немножко по-другому человеческий глаз воспринимает. Ну, кстати, лучше видеть, потому что вот я знаю, что оранжевый светофильтр на бинокль там... Чтобы не было, чтобы у вас не было, вот, допустим, в тумане очень хорошо. Да-да-да, убирает вот это вот голубое рассеивание вот это вот. Ага. Ну, ты где? В этом плане, в этом плане, да. Но восприятие человека объекта совершенно другое. Цветовое, во всяком случае, восприятие. То есть, помидор у вас будет не красный в этом свете, а уже будет такой... Желтоватенький. Да, даже к коричневому ближе. Ага. Недозрелый. 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 И, по-моему, ещё знаете, что вот в таком свете, во всяком вот неестественном, не в свете абсолютно чёрного тела спектра, а Солнце у нас светит как абсолютно чёрное тело, так называемое. Есть такой физический термин. Так вот, там глаз иногда начинает у нас что-то такое достраивать изображение. Видеть начинаем мы то, чего на самом деле нет иногда. Какие-то на поверхности, вот, такие гладкие поверхности, какие-то непонятные рельефы начинают видеться. Нет? Нет, ничего такого. Я просто на себе такие опыта. Вы имеете в виду про... Вот такие всякие полосатые источники света. Да, да, да. Там восприятие совершенно другое, отличное от дневного света, который излучает абсолютно чёрное тело, как Солнце. Вот так, да? Так, ну теперь к вашим любимым светодиодам перейдём. Они... Ну, они не только мной любимые. Они всеми любимые. Ну, вообще-то я вот то, что видел, светодиодные фонарики, у них свет-то не очень такой прям приятный. Ну, понятно, что если уж что приспичило посветить где-нибудь на полу, потерял ключи, то такой фонарик пригодится, но... Вы знаете, здесь я уже как говорил, что светодиод белого свечения, это синий светодиод, который покрыт люминофором. Значит, чем толще слой люминофора, тем более жёлтый у вас становится свечение. Так. То есть, если вы один слой люминофора положите, то у вас будет в синеву, то есть холодный белый. Это вот то, что обычно в дешёвеньких... Да, в дешёвеньких. ...лампчиках, которые стоят вот в телефонах, знаете, такое там есть. Это холодный белый свет, там, в общем, тонкий слой люминофора. А чем более тёплый, тем больше слой люминофора для того, чтобы сместить спектр в область тёплой. А там, если я правильно понимаю, что это такое поверхностно-барьерный какой-то светодиод, да? И вот в этом вот поверхностном барьере как раз и происходит рекомбинация как-то основных и неосновных носителей, что ли, да, в этом переходе. Вот это излучательная рекомбинация. Так. Кстати, это, так сказать, кремниевые или германевые? Синий, он идёт, индигалий, азот. А, вон какой. То есть, это не наш обычный... Не-не-не, ну, это кремниевые светодиоды, это уже давно известно, с начала века, в общем, было... В прошлом, наверное. В прошлом, да, не этого, а прошлого. В прошлого века. Да, и все помнят, что, в общем, первые красные светодиоды появились там в 50-е, 60-е, там, года, как индикаторы. Ну, да, вот индикаторы. Ну, потом, часы, помните, наверное, первые появились. Да, на светодиодах. Юлит Паккард начал выпускать калькуляторы со светодиодами. И у нас тоже были. Красненькие, синенькие были. Синенькие потом, это зелененькие. Зелененькие, оранжевые, вот, а синенькие, это уже появилось уже в конце века. Это все были вот эти светодиоды. Да, как синий появился, все, уже стала возможность получать белый свет. А шанс-то есть вообще действительно заменить вот наши обычные лампы накаливания, и вот эти вот, их очень сильно подвергали критике газоразрядные светильники на светодиоды? Вы знаете, вы знаете, есть, и уже такие решения существуют, и фактически по люминесцентному свету светодиоды уже приблизились. По карману это будет? Все-таки производство, надо бы выращивать кристалл. А то, что взял стеклянную лампу ртути, да электроды, вот и вся работа. Ну да, ну если с ртутью, опять же, вернуться к проблемам ртути, то сразу отпадает. Ну понятно, проблемы есть, но выращивать кристалл-то не надо, просто кристалл-то его растить надо. Ну и вы знаете, сейчас это не такая уж большая экзотика. Не большая? Да, выращивать кристаллы, и очень многие уже растят, как грибы уже. Особенно в Азии, в Америке, в общем-то это не такая большая проблема стала. Вырастить кристалл для получения синего светодиода. И что будет стоить такой источник света, сравнимый с обычной лампой, ну скажем, там 100 ватт, 100 ваттные, вот по свету имеется. Ну вы знаете, вы знаете, на самом деле 100 ваттные лампы, это светодиоды, ну что такое 100 ваттные лампы, это если рассмотреть, это порядка 1200 где-то люмен идет. Значит, светодиоды, если рассмотреть на сегодняшний момент, ну заявленные есть там 150 люмен на ватт, дают уже там 120 люмен на ватт, ну как правило, вот промышленные сейчас достигают до 80 люмен на ватт. Значит, вот эти, сколько вы сказали, 1200, 100 ваттные? 1200, да. 100 ваттные, 80, ну это где-то, значит, простите, где-то что-то 12-15 ватт получается? Ну для этого, для этого, для этого нужно, для этого нужно создать светодиоды, упаковать их в колбочку, да, в приемлемую для установки. И самое главное, это отводить тепло, потому что со светодиодами есть одна только проблема, это утилизация тепла. Все-таки 95% идет в свет, а 5% энергии идет в тепло, но этих 5% вполне достаточно, при такой мощности, чтобы лампочка разгоревалась, как паяльник. То есть это уже значительное количество. В пьютерах там тоже греются вот эти полупроводниковые микросхемы, да? Их стоит в интернете. Их там обогревают, там у них вентилятор жужжит, вот это он как раз охлаждает эту микросхему. И у него там радиатор на нем стоит такой развитый. А полупроводниковые приборы, светодиоды в частности, они имеют одну особенность, что при повышении температуры они теряют свою способность для нормального функционирования. Вот, например, по светодиодам, если взять, то при нагреве кристалла до, допустим, 80 градусов срок его службы значительно падает. Ну, то есть если взять... Диффузия начинает идти, примеси... Деградация идет, особенно люминофор и сам кристалл. А если больше нагреть, то если учесть, что вся структура светодиода сделана на полиэфирных смолах, ну, то есть сам он выполнен, то то уже начинает... Рассыпется. Ну, не рассыпется, плавится, начинается. То есть к разрешению все равно приводит. Так как же с этим бороться? Как отводить тепло? Отводить тепло, есть масса решений, традиционные методы ставить охлаждающую систему, воздушную, даже ставят трубки для охлаждения специально. Жидкость холодогента, да? Но вообще-то это немножко шокирует с точки зрения быта. Это не нужно, поэтому нужно разносить светодиоды на поверхность. Нельзя концентрировать светодиоды в точку, в мощную, которая концентрировала бы тепло. То есть это будет не точный источник света, а протяженный, да? А точечный нельзя. Точечный, опять же, вы когда на него смотрите, вы, как говорят, зайчиков сразу ловите, смотрите на лампу, и у вас уже неприятное ощущение в глазах. Поэтому лучше, чтобы свет должен быть комфортным. То есть распределенный источник света более комфортный, чем точечный, серьезно? Конечно, конечно, да. А, ну да, конечно, мы же ставим такую вот на лампу рассеивающее такое-то, так сказать, матовое стекло, абажур. Ну, чтобы не было видно точки. Ну да, чтобы той светящейся яркой точки, чтобы она не резала глаза, да? Поэтому, ну вот, чтобы тогда, если разнести, допустим, кристаллы по поверхности. То есть много-много мелких кристалликов, которые легко охлаждаются. Которые легко охлаждаются, им вполне достаточно этого объема и поверхности для охлаждения, которые имеются при их установке. Как только мы концентрируем в одну точку, сразу появляется проблема, нужно вешать радиаторы на такой источник света, светодиод. Либо воздушное еще какое-то охлаждение, либо трубки вешают охлаждающие специально. Но это очень дорогое становится. Вывод у меня такой, что, вот, к сожалению, вот, хороший светодиодный источник, да, с распределенными диодами, его нельзя будет просто вот вернуть в патрон нашей лампы, которая еще и Дисон изобрел патрон этой, кстати. Можно. Есть такие решения, да. Может быть, какой-то такой ужин. Нет-нет-нет, все привыкли к стандартным формам ламп, поэтому стараются упаковать, да, упаковать именно в эти лампы. Я вообще с удивлением ощутил, что, вот, оказывается, вот эти вот лампы не светодиодные, а лампы люминесцентные, да, вот, которые... КЛЛ так называемые, да? Как Хай? К. К. Компатные люминесцентные. Да-да-да-да. Но они с виду похожи на обычную лампу, там надо такой вот свитый в трубку вот этот. Так они греются достаточно сильно. Это греется что у них там? Вот самый блок... Блок, да. Блок греется раз. Во-вторых, у них электроника. Тепло-то нужно куда-то отводить. И плюс ко всему они... Чем? С одной стороны, хороши такие лампы. Вы их включили, и они хороши там, где их не выключают. То есть вот включили там на сутки, и они там свои 20-30 тысяч часов, они работают. Но как только вы начинаете включать-выключать, сразу срок службы их сокращается в разы. А что же там выходит из строя? А за счет того, что пробой идет. Ну так ведь разряд, он ведь тот зажигается, тот... Вот пока прогрев, пока идет прогрев лампы. Когда ее зажигаете, вы же видите, что лампа не в полный накал работает. А, то есть пока не испарится вся рта? Да, электродики начинают подгорать во время пустота. То есть вот это вот уже внутри происходит подгорание самих электродов, да? Почему говорят многие? Вот обещали там 20 тысяч часов, а у меня тысяча часов не работала, сгорела. Ну потому что включаем-выключаем регулярно. То есть это на самом деле хорошо в таких помещениях, которых свет никогда не выключают? Да, это вот супермаркеты где-то, гостиницы там где-то. Да, коридоры темные такие вот. Именно в таких местах. Вот именно. В домашних условиях это, конечно. Ну попробуйте ее. Вы заходите в квартиру или там в подъезд к себе, да? Зажигаете темно, пока она разгорится. Пока она разгорится. Это как телевизор, когда включаешь, да? Да, ждешь. Он не сразу начинает реагировать. Потому что пока там прогреется кинескоп, еще что-то там заработает, начнется эмиссия электронов. Кстати говоря, вот про эмиссию электронов я вспомнил. А ведь многих тех проблем, которые связаны вот с эти вот люминесцентные лампы, лишен, скажем так, экран телевизора, кинескоп. Пучком электронов там возбуждается свечение. А нельзя такие лампы сделать? Ну вы знаете, на самом деле современные телевизоры имеют светодиодную подсветку. Это я понимаю, но есть телевизоры обычные вот с этой электронной пушкой. Были, были, были. Были, были. Ну почему, не существуют. Не, ну до сих пор существуют. И вот если пучком электронов освещать люминофор, да, не пучком, а может рассеянным пучком в лампе в этой, таких нет решений? По-моему, были эти лампы магический глаз, знаете, такие вот, там же электроны светили. Есть, есть, но это все определяется ценой. Ну если она стоит, такая лампа, с размеримой, допустим, с люминесцентной лампой, это один разговор. Но если она на порядок там получается дороже. С размеримой с ценой телевизора, то это уже никому не нужно. Проблема сейчас у светодиодных ламп, это именно цена на сегодняшний момент. И плюс светоотдача. Понятно. Вот основной критерий покупательной способности таких родов продуктов. Спасибо вам большое. Время у нас кончилось. Уже? Да, уже, к сожалению. Пожалуйста. Спасибо. Вот и публике наш, спасибо за внимание. Я как-то вот со смешанными чувствами с вами прощаюсь. Вроде мы за прогресс, за науку. А тут, понимаете, вот негативную информацию до вас пришлось донести. Извините. Всего доброго вам. До свидания. Всех благ. Субтитры сделал DimaTorzok